итак сегодня мы поговорим о веб-хуках благодаря кому правильно одному из подписчиков я не совсем думаю что это будет долгое видео я думаю она будет очень короткая потому что ну что мы можем рассказать о веб-буках давайте посмотрим и так что же такое веб-хук это по сути htp запрос http запрос какой-то есть такое понятие как рест и пи ай кто не знает советую ознакомиться в так прочитать или учат а g5 спросить то есть в основном отличие я создаваться не буду в подробности это там скажем так договоренность что вот есть такой подход как использовать htp запросы которые обычно следует поддерживать и если сервер называется рст 5 раз сервер то тогда это означает что он следует этому подходу что основное нужно знать есть несколько видов запросов это get основные пост потом put delete это означает что один и тот же url но метод запроса может быть разный и соответственно действия происходят разные по договоренности рст 5 есть такое понимание что если ты используешь get то то это означает что ты получаешь какие-то данные этот запрос ничего не меняет не базе данных нигде пост это означает что ты создаешь какую-то новую запись то есть отсылая например получение если у тебя url называется но это сейчас просто придумаю из кейсы но вот здесь вы можете поменять например у вас есть endpoint users и получается get users это означает что вы должны вернуть вернуть список каких-то пользователей пост users может быть означает что вы создаете новых пользователей то есть вы отправлять какие-то данные и сервер уже добавляет этих юзеров put users это означает что вы хотите обновить каких-то юзеров то есть вы отправляете например как мы в одном из предыдущих видео там делали там слава например аги один был слава вы отправляете айди один на им допустим виталик и передаете через путь это означает что с одежды ником один имя нужно поменять на виталик допустим ну и дель делит users например вы передаете одежды ник один это означает что вы должны удалить этого юзера это вот вкратце основной подход просто 5 что делает webhook в по сути он принимает запросы давайте для примера вот у нас есть например пускай будет get users и мы добавим response да тут респонд да что мы тут имеем путь этом прошлись это если нужно антификей шин то есть как только вы вкук этот опубликуете а тут если вы увидите in active данная workflow если вы опубликуете его в продакшн как это сделать сейчас я то это означает что любой человек в мире или сервер может сделать запрос к этому уру сейчас и он отработает чтобы не любой а какой-то специальный то здесь есть методы аутентификации базовых и др 9 но это выходит за рамки этого туториала но основная идея в этом и есть самый простой допустим да если вы не хотите разбираться то можете header указать и здесь уже например ну не знаю создать от кредит нею и здесь написать например custom и вы или какой-то и тогда все запросы должны будут содержать в этом в хедере эту информацию иначе запрос не пройдет close она мы пока оставим визы без какой-либо антификации варианты ответа моментально это означает что запрос принялся и ответ отправился обратно сразу же то есть никакой задержки ничего то есть все я принял запрос пожалуйста тебе обратно его дальше тебя не волнует что происходит второе это когда последняя нода за давайте проверим правильно почему почему бы не проверить пускай это будет get так продакшене окей давайте поставим задержку 5 секунд нормально и потом поставим пускай будет булиан труб все есть сохраняем открываем терминал поближе ему так открываем терминал и здесь делаем запрос допустим на кстати обратите внимание что запрос если вы откроете ноду есть тестовый url это если вы например нажимаете listen to test event вот сейчас он слушает и если я отправлю этот запрос он отработает вот пришли данные а если вы переключите на продакшен url и скопируйте его то есть отличие только в том что вот здесь вот нету с вот этого постфикса то тогда уже не надо тестовый слушать то есть вы можете прям управлять и обратите внимание моментально происходит ответ то есть задержки 5 секунд не 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 срабатывает но если мы посмотрим execution то вот два запроса один тестовый был и один продакшен и это у нас отработало моментально то есть он принял запрос и потом уже происходило workflow если мы выберем когда последняя нода закончит свое выполнение то тогда уже мы будем ждать давайте проверим 1 2 3 4 5 получили ответ и теперь у нас еще еще один вариант используя respond тубок но он используется есть специальная нода respond тубок все то есть ну здесь можно выбрать чем отвечать разные варианты есть в данном случае мы фестин камин хайтом то есть этого или давайте станете что сделаем давайте джейсон укажем какой-то кастом май фил вели отличная по моему тестовое название и теперь придет не вот этот который у нас здесь написан request boolean true а придет вот эти давайте проверим один и два и три и четыре и пять так вот мы разобрали web cook ноду опять же спасибо что вы пишите комментариях что вы хотите посмотреть если видео понравилось поставь лайк подпишись на канал напиши комментарии какое-то хочешь следующим переходи обязательно в телеграм-канал в телеграм-канале я буду делать опрос на то как какое из следующих видео будет выходить и от этого будет зависеть как раз то что я буду снимать в будущем а так будем следующем видео добра